всем привет это маленькое видео часть 2 о правильном подключении светодиода о котором я уже давно всем рассказываю но в первый раз решил записать то есть я все планировал его дописать но так как в последнее время очень противоречивые так скажем изъяснения в мой адрес были по первой части я решил все таки записать вторую и показать именно на примере как я именно настраиваю то есть я в основном рекомендую использовать стабилизаторы напряжения но сам я пользуюсь например DC-DC понижающим преобразователем о котором тоже очень много споров ходят и в этой же ветке ребята мне говорят что нифига не получится им питать светодиод так как это обычное ограничитель напряжения ток здесь не ограничивается в этом видео я хочу умных этих людей немножко за пояс заткнуть как бы если они не пользовались этим как бы не применяли это это не значит что такого не может быть также дополню в этом видео то что по DC-DC преобразователем я еще не говорил у нас в данном видео применяется преобразователь производства китай на микросхеме lm 2596 с данный преобразователь на выходе уменьшает напряжение по сравнению с источником которые на которые подается то есть либо меньше то есть мы имеем например системы 24 вольта вставим этот преобразователь и можем получить от 24 вольт и ниже напряжение на выходе при этом ток у нас будет увеличиваться пропорционально пониженному напряжению то есть это так скажем обратный преобразователь преобразователь который увеличивает напряжение с минимального да так скажем это прямой преобразователь повышающие и он у нас делает более высокое напряжение но при этом потребляет больше тока на выходе получаем меньше тока ну за счет того что у нас напряжение преобразовывается вверх ток соответственно уменьшает потребление прибором увеличивается понижающие же преобразователь при потреблении от аккумулятора определенного напряжения уменьшение его до нужного нам значения например в данном случае 12 вольт от 12 до не помню до 1 там что ли уменьшает мы получаем также минимальное потребление плата за счет того что происходит уменьшение напряжения и увеличение соответственно тока сейчас мы с вами на примере этом убедимся у нас с вами есть светодиод вот он стоит тут стоит два но один я как бы вот отключил от шинка как видим ничего и не подключают ставим заглушечку если заглушечку как видим поставить видно что светится один светодиод если во второй вот замкнем как видим отдает белым то есть он нам не нужен мне хочется именно на желтом показать так что никакой тут фальсификации видео нету мне это не интересно итак у нас аккумулятор у меня дохловатый поэтому к него подключена вот китайское зарядное устройство плюс я подрубил аймакс и там ток 3 ампера падал с этой зарядки видим вот она отключена тут только один ампера если не хватит вдруг от аймакса подключится вторая напряжение у нас на аккумуляторе 1475 вольта то есть вполне для теста достаточно то есть запас потоку есть соответственно тестер у нас измеряет ток потребление перед ватт-метром ой дисси дисси понижающим преобразователем ватт-метр уже стоит после 10 дисси то есть мы можем с вами сравнить ток до и после вот как видим на приборе у нас в данном случае 7 и 2 вольта ток потребления плат составляет там 0 0 0 ампера и соответственно выход у нас 0 0 ватта как видим светодиод светится на амперметре 0 0 0 1 ампер давайте повысим значение на входном амперметре хотя бы на 0 2 подальше так чтобы видно было вот у нас 0 2 0 0 2 и так на ватт-метре исходящем соответственно у нас ничего не изменилось но при этом светодиод светится в разы ярче то есть в принципе уже достойно светится это напряжение у нас всего 76 76 с половиной вольта вот начало иногда проскакивать цифр к 1 в конце здесь давайте выставим единичку вот здесь вот на ватт-метре пытаемся вот чтобы она зафиксировалась фиксируйся очень плохого качества вот эти вот резисторы супер плохого как видим вот 0 1 большую часть времени держится потребление платы у нас составляет здесь у нас 0 0 1 здесь у нас 0 0 7 как видим по идее еще не работает схема в качестве в плюс а потому что напряжение здесь слабовато давайте подниму напряжение так еще по светодиодам почему я рекомендую устанавливать 9 вольт во первых в этом режиме светодиод светится почти на полную яркость а также у нас он гораздо дольше начинает работать служить нам он не выгорает проблем у нас как бы нет с тем что он подсаживается со временем и теряет свою яркость итак давайте выставим 9 вольт вот 9 0 0 1 как видим потребление на ватт-метре светодиода составляет 0 6 8 0 7 1 ампера то есть 0 7 ампера максимальный потребляемый ток светодиодом до разрушения составляет 1 ампер пишут 900 миллиампер если без радиатора то даже ток что-то в полу ампера ему будет смертелен через какое-то время итак смотрите потребление у нас после дисси конвертера понижающего составляет 0 7 ампера а потребление до платы у нас составляет 0 5 и 8 ампера соответственно видите уже в плюс теперь давайте выведем на максимальный ток светодиод это путем повышения напряжения да мы добиваемся максимального здесь вот значения то есть по идее можно взять также амперметр подключить вот здесь вот в разрыв схемы и выставить напряжение питания нашего светодиодика сейчас начнется самое интересное то есть нам надо выставить ток чтобы как по паспорту 0 9 ампер вот он ну так перебор тут резистор мозг компассирует вот он 0 9 ампера 0 9 0 95 0 9 потребление у нас здесь 0 9 на амперметре 0 66 то есть как видим плата вполне себе срабатывает с работы как видим по ватам из-за того что у нас напряжение так скажем это рабочее напряжение светодиода 0 9 0 9 с половиной вольта все что выше это режим можно сказать его уничтожения то есть как видим светодиод этот не раскачивается выше 9 и 2 ватта то есть это вполне нормально а ток у нас при этом как видите прыгает это тоже вполне нормально ток прыгает чисто из-за вот этого сопротивления но если обратить вот взять в ракурс два этих прибора можно посмотреть что до платы он не прыгает после платы он прыгает это говорит о том что низкое качество именно резистора и все изначально я выставил правильный ток он сейчас ведется попала то есть я вот пальцем задеваем 0 91 очень низкого уровня больше одного если вы замените этот резистор на более такой жесткий более качественно соответственно проблему с этим не даже возникнуть теперь по поводу того что якобы что-то там происходит вот смотрите пусть даже 1 ампер у нас идет на светодиод светодиод установлены на радиаторе будет служить в разы дольше только из-за того что у него вовремя охлаждается кристалл так вот я подключил второй светодиод у нас ток платы возрос можно сказать в два раза на выходе так что там вам видно я вот не вижу 1 3 ампера точно такой же ток как на плате это говорит о том что плата уже два светодиода не тянет но с двумя светодиодами она светится также ярко как с одним только два светодиода вместе дает двойную мощность а при этом потребление у нас понижается то же самое мы эффект наблюдали когда мы подключали плату на 9 вольт выставляя резистором 9 вольт и мы видели тоже плюсовые значения то что яркость светодиода была максимально в этом режиме когда мы ставим два светодиода питание одного преобразователя 10 под 10 понижающего преобразователя мы получаем также максимальную яркость максимальную мощность светодиодов сумме составляет она всего 14 ватт вроде 4 этот реально след для 11 14 ради 4 они это 11 3 всего 11 3 ватт мы получаем с вами но при этом свечение это в два раза ярче не знаю как показать вот смотрите два потока вот вам вот метр перед глазами потребление 1 3 ампера если разделить на два светодиода соответственно 162 вот есть 0 62 ампера всего потребление светодиода и при этом он светится в разы ярче потребляет в разы меньше не скажите мне что после этого данная плата которую понижает напряжение не работает то есть вещь довольно таки классно я сказал то есть данная лампочка вполне может светить освещать комнату и конечно может не так выражаясь просто тяжелый день но захотелось снять видео вот именно на тему светодиодика потому что сильно много и как бы людям объяснял и меня никто не понимает но я понимаю что есть википедия ну как на ваших глазах вот я выставил все давайте еще раз вот смотрите один светодиод 9 и 12 вольт 9.12 вольт ставим 9 вот ровно 9 при этом ток потребления у нас 0708 ампера до 7 ватт и светодиод светится на полную катушку ток потребление 08 а здесь то у нас 063 два раза меньше смотрите давайте подключим в этом режиме камера садится второй светодиод как видим свет в два раза увеличивается вот реально увеличится в два раза здесь у нас потребление 1 15 ампер здесь у нас 1 23 при этом у нас 9 вольт подобная схема позволяет подключать до трех светодиодов ну честно говоря на своем опыте я вам скажу что без дополнительного охлаждения лучше ограничиться одним если поставите радиатором не более двух лучше стоит дополнительный радиатор приклеивать и не пользоваться в качестве преобразователя для двух светодиодов это более будет эффективно и при этом светодиоды будут служить в разы и дольше вот данные два экспериментально светодиода были на видео наверно с полгода назад вот до сих пор я с ними тестирую до сих пор они как новое светятся на полном яркости также вот спешу отметить что подложка то